20 лет назад специалисты в сфере подачи тепла города Рязани в один голос заявляли, что центральные теплосети не смогут выдержать сильных морозов. С тех пор прошло много времени, а капитальный ремонт труб отопления не проводился ни разу. Сейчас их состояние специалисты оценивают как сложное. Однако в 2018 году ситуация должна измениться в лучшую сторону. Губернатором Рязанской области принято решение о выделении ежегодных субсидий из областного бюджета не менее 200 миллионов рублей в течение 5 лет на капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей. Получается, что в течение 5 лет на капитальный ремонт и реконструкцию теплосетей города будет выделен 1 миллиард рублей. Сумма, по словам экспертов, колоссальная. В текущем 2018 году уже определен перечень самых критических участков, которые будут отремонтированы в первую очередь. Таких позиций критических 9. Это часть магистрального трубопровода по улице Черновицкой, часть магистрального трубопровода по улице Татарская, также по проезду Завражного, районе Ряжского шоссе, улица Горького, Курицкого, Зубковой и Новоселов. Ремонтные работы пройдут в период между отопительными сезонами. По словам начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани, таких крупномасштабных работ еще не было. В текущем году будет отремонтировано чуть больше 5 километров труб. Конечно, такие работы повлекут определенные сложности для горожан, но затяжного ремонта, как на Куйбышевском шоссе, не обещают. Без определенных неудобств не обойтись, поскольку магистральные трубопроводы, они, как правило, проходят по автомобильным дорогам. Поэтому на протяжении проведения капитального ремонта на этих участках, соответственно, будут изменены маршруты общественного транспорта и маршруты проезда. За 5 лет предстоит проделать огромную работу, а именно отремонтировать 25 километров участков тепловых сетей. По словам начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани, также будет изменена и схема теплоснабжения города. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город»